Друзья, всем привет! Меня зовут Денис и вы на канале Дэн Дэн ТВ. Сегодня в видео я хочу вам рассказать про, скажем так, необычную функцию обычного молотка. То есть вот у меня завалялся такой ржавенький молоток, с ним сегодня и будем работать. Но не торопитесь выключать это видео, потому что этой информации на ютубе еще не было. Для начала нам нужно к этому молотку стандартно приделать ручку. Друзья, обращаю ваше внимание, что одна сторона ручки должна быть ровная. То есть без бугров. Вот как видите, мою нужно немножко подстрогать, потому что вот здесь есть неровности. Как видите, после пристрагивания ручка идеально ровная. Теперь будем ее насаживать на молоток. Вот эта ровная часть, которую мы пристрагивали, должна быть лицевой, то есть на передней части молотка. При насаживании молотка хочу обратить внимание, чтобы вот этот угол у вас был равен 90 градусам. То есть вот угольничком проверили, установили. И теперь устанавливаем клин. Многие, наверное, зададут вопрос, как правильно подобрать длину рукоятки. Берется молоток, вкладывается в ладонь и упирается вот сюда в локоть. Если вы можете его согнуть под 90 градусов и сам молоток остается у вас в руке, то есть рука не разжимается, значит это ваша длина. Далее мы берем небольшой лист фанеры. Но это кому как удобнее. Возможен картон, бумага и так далее. Далее мне понадобится транспортир. Ставим для него меточку центральную. И отмечаем вот на этой доске самые популярные углы столярки. То есть они даже на торцовке отмечены. Это 30, 15, 45 и 22,5. Теперь берем молоток. Прикладываем его вот таким способом. То есть заостренным краем мы его прислоняем вот к фанерке. И что делаем? Выравниваем с первой линии, которая с отметкой 60 градусов. То есть выровняли. Обратите внимание, что здесь молоток прислонен к фанерке. И отмечаем. Ставим вот такую метку. То есть она должна быть параллельно вот этому краю фанеры. Далее смещаем молоток. Выравниваем с линией в 45 градусов. И так же делаем метку. Здесь пишем 45, 60. И продолжаем дальше. Итак, вот наши метки. Карандашом я их отметил. Но со временем карандаш все равно сотрется от руки. И чтобы этого не произошло, я сейчас продублирую их при помощи выжигателя. И так вот что у меня получилось. Сюда я еще добавил шкалу от линейки. Сейчас я все это покрою твердым воском. Пользуюсь им уже два года. Очень доволен. Кому интересно, ссылки под видео с промокодом на 10% скидки на любую продукцию от фирмы Мартьянов. Так, друзья, вот что у меня получилось. И сейчас я вам покажу, как это можно применить в практике. Помните, я говорил, что вот этот угол должен быть 90 градусов? Ну, а теперь расскажу, для чего нужны вот эти насечки. То есть выставляем молоток таким образом. Упираем его. Ну, давайте на примере 45 градусов. Вот я сделаю отметку. То есть фиксируем и рисуем. Так, и теперь проверяем, насколько точно получилась эта отметка. Ну, как видите, ровно 45 градусов. Также и с другими отметками все то же самое. 22,5, 30, 45, 60. То есть я для себя вывел самые популярные для меня углы. Также есть шкала линейки. Если вдруг что-то нужно замерить, вот до 21 сантиметра метки есть. Расстояние между метками 5 миллиметров. То есть это очень удобно. Не нужно бежать за рулеткой, за линейкой. То есть при помощи молотка можно все это вымерить. Друзья, я надеюсь, что вам такой молоток пригодится обязательно в хозяйстве. И если вам понравилась моя идея, лучшей благодарностью для меня будет ваша подписка, лайк, комментарий. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. Вы были на канале Дэн Дэн ТВ. Всем пока!